Валерий Седов С 1 декабря продлевается путь следования автобусов номер 10. Теперь с конечного остановочного пункта телезавод они едут до остановки поселок Семчино. Расписание остается прежним. Также начала ходить 45-я маршрутка. Сейчас идет прием заявок на обслуживание маршрута. В его работу будет внесен ряд изменений. Автобусы станут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке улица Большая 90. Сейчас ее обслуживает маршрут 72М. На 45-й маршрут выйдут всего 8 автобусов среднего класса. Они будут следовать от поселка Ворошиловка до микрорайона номер 1 Дашково-Песочни. Таким образом, движение маршрута будет организовано через улицы 1-я Красная, Октябрьская, Молодцово, Интернациональная, Бирюзово, Северную окружную дорогу, Коширино, Первомайский проспект, Соборная, Соборная площадь, Кремлевский вал, Грибоево. Площадь Свободы, улица Свободы, Окский проезд, Кольная, Касимовское шоссе, Большая. Далее в прямом направлении улица Тимакова-Касимовское шоссе, в обратном улица Полевая. Соответствующие изменения внесены в документ планирования постановлением администрации города Рязани. Для рязанцев снова заработает новогоднее уличное телевидение. Об этом сообщает сайт городадминистрации. На улицах города появятся мультимедийные экраны, которые будут транслировать поздравления рязанцев. Новогоднее телевидение начнет транслировать познавательные программы и рубрики. Забавные новости, говорит рязанец, новогодний диалог, мастерская Деда Мороза, квест «Вам вопрос». Кроме того, горожанам покажут отрывки самых любимых новогодних фильмов и мультфильмов – музыкальные номера. Предполагается, что экраны установят в ЦПК и О, в лесопарке и на Лыбецком бульваре. Подобное происходило и в прошлом году. Пассажирские перевозки снова под особым контролем ГИБДД. Очередной рейд под названием «Автобус» призван снизить аварийность на дорогах. О том, как лихачат водители маршруток, роликов в социальных сетях хватает. Да и за свежим примером далеко ходить не надо. Истории, как его обгоняли или подрезали в избытке у любого водителя. Статистика эта только подтверждает. В текущем году в Рязанской области с участием водителей автобуса уже произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 8 человек погибли, 123 получили травмы различной степени тяжести. Рейды под названием «Автобус» проводятся регулярно. Инспекторы ГИБДД и сотрудники технадзора работают в команде. Проверяют исправность и наличие оборудования в транспортных средствах. Если в автобусе есть незарегистрированные изменения в конструкции, то маршрутку могут просто снять с линии. С начала года сотрудниками Центра дорожно-технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения города Рязани в отношении предприятий, которые эксплуатируют автобусы, было проведено 14 внеплановых проверок. Всего с начала текущего года в городе Рязани выявлено более 450 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Из них 100 – это неисправность транспортных средств, 4 из которых были отправлены на штрафстоянку, так как их эксплуатация была запрещена. Также составлено 40 административных материалов на должностных лиц, которые отвечают за выпуск на линию автобусов и маршрутных такси. Сваливать всю вину на водителей автобусов, конечно, тоже нельзя, говорят автоинспекторы. Не во всех дорожно-транспортных происшествиях они виноваты. Однако именно этой категории водителей стоит тщательнее соблюдать осторожность на дорогах. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания. Город. Сводный отряд ОМОН и СОБР Управление Росгвардии Паризанской области вернулся из командировки. В течение трех месяцев офицеры Росгвардии несли службу на Северном Кавказе. Там они оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий, обеспечивали охрану общественного порядка и общественной безопасности. За три месяца службы сотрудники выполнили более 300 специальных и оперативных мероприятий по борьбе с преступностью. Офицерам Росгвардии вручили ведомственные награды и благодарственные письма. После краткосрочного отпуска сотрудники ОМОН и СОБР приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Рязанской области. 26 ноября для Скопина – особенная дата. В этот день, 80 лет назад, город освободили от немецко-фашистских захватчиков. За время оккупации каратели расстреляли 28 человек. Ежегодно жители чтят память у Стеллы и возлагают цветы. Скопин – один из первых городов России, освобожденных от фашистских оккупантов в ходе битвы за Москву. Больше врагу он не сдавался. В 80-летие этой даты скопинцы начали отмечать у Стеллы памяти погибшим. За время оккупации фашисты расстреляли 28 жителей Скопина, сожгли 23 дома. Своё имущество потеряли 800 человек. Гитлеровцы грабили магазины, склады, больницы и полностью разрушили угольные шахты, механический завод, электростанцию и городской водопровод. У нас всегда есть память. Память о тех, кто погиб в эти дни. Поэтому наш священный долг – помнить об этом, не забывать. После вахты памяти и возложения цветов, юбилей освобождения продолжили в Дворце культуры города. Театрализованным представлением зрители окунули в атмосферу военного времени. Музыкально-литературную композицию представили воспитанники Театра народной эстрады. Сразу после оккупации в сентябре 41-го в Скопине из коммунистов и комсомольцев был создан истребительный батальон. Около 700 героев отстаивали родной город. «Я клянусь, что никогда не выдав своего отряда, своих командиров, комиссаров и товарищей, всегда буду хранить партизанскую тайну, если бы это даже стоило мне жизни». Великая Отечественная война коснулась каждой скопинской семьи. Ираиде Ушаковой в 41-м было 8 лет, но те воспоминания до сих пор стоят перед ее глазами. Свою маму она считает настоящей героиней. «Моей матери надо было бы отдать должное о том, что первая, которая сообщила в Ряжске о том, что в скопине немцы была моя мать, она заступила на дежурство в 8 утра на почту. Их было 4 человека. Значит, мама, начальник почты, критинец Федор Григорьевич, представитель комитета госбезопасности и старший телефонист Елизавета Ивановна Емельева. Начальник, ну, представитель комитета госбезопасности запер парадную почту на засор. Ровно по 12 немцы начали ломать уже парадную почту. Уже, значит, нужно было занять узел связи. Представитель комитета госбезопасности говорит, что товарищи покидали пост и убегали. И, уходя, матушка сняла наушники, включила в Ряжске и сообщила этой мальманной. Мальман, больше не звони, у нас уже рвутся парадные немцы. Память погибших во время оккупации почтили минуты молчания. А в сквере Победы в Скопинце встречал местный духовой оркестр с известным во всем мире маршем славянки. Герман Гущин, телекомпания «Город», при содействии телеканала Верда ТВ. Адресная помощь населению – безусловный приоритет. Общество и власть научились слушать и слышать друг друга. Умение работать сообщать дало мощный стимул развитию волонтерства. Об этом губернатор области Николай Любимов говорил на личном приеме, который прошел в режиме онлайн. Ремонт сельских дорог, строительство пожарной части в отдаленном селе и другие вопросы не остались без внимания губернатора. Улица Рабочая для села Казачья Слобода Шадского района – одна из центральных. 1200 метров проходящие здесь автодороги давно требуют ремонта. И он здесь просто необходим. Трасса упирается в социально значимые объекты. На одном конце улицы расположена школа, съезд к школе, к школьному переулку. На втором конце улицы находится церковь, детский сад, почта. По этой улице очень много проходит людей, школьников и также пожилых. И такой вопрос – когда будет у нас асфальтовое покрытие на этой улице? Актуальность вопроса на стадии согласования проектной документации. Губернатор вывел его в число приоритетов. Я уверен, что это обращение точно не останется без решения. Ирина Михайловна, конечно, обязательно мы это решение примем в самое ближайшее время. И в 2022 году по улице Рабочей проведем ремонт. И там появится асфальтовое покрытие. Я думаю, что мы работы проведем в рамках областной программы дорожное хозяйство и транспорт за счет средств и в первую очередь регионального, и частично местного бюджета. Так что можете быть спокойны и передать эту важную новость односельчанам. К вам просьба и к вашим односельчанам, опять же, наладить такой ежедневный контроль, насколько это возможно, к депутатам тоже просьба Шадского района это сделать. Для того, чтобы каких-то огрехов не было, и мы замечали все проблемные, может быть, моменты своевременно. О своевременности строительства пожарной части говорил еще один житель отдаленного села Восход Юрий Петрунин из Кадомского района. 30-километровая удаленность не позволяет, в случае с чего, вовремя приехать пожарным расчетом. При этом местные власти уже обустроили под пожарное депо земельный участок. Мы все понимаем, когда речь идет о минутах, необходимо особое оперативное реагирование. В вашем случае идет речь об обеспечении пожарной безопасности 16 населенных пунктов. Конечно, учитывая значимость вопроса, мы обязательно в начале следующего года при корректировке бюджета предусмотрим средства на разработку проектно-сметной документации. Я думаю, что на это у нас точно денег хватит, и вопрос этот важный мы обязательно решим. Разработка проектно-сметной документации – это дело регионального Минстроя. Но после, к началу строительства, жителям нужно будет тоже наладить общественный контроль. Как заметил Николай Любимов, чтобы было быстрее. Максим Васильев, телекомпания «Город». В 94-х рязанских образовательных учреждениях ввели карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Противоэпидемические меры ввели в 52 школах, 26 детсадах, в 13 СУЗах и 3 ВУЗах Рязанской области. Отмечается, что карантин действует в отдельных группах и классах. Всего в Рязани за сутки выявили 234 случая заражения за день. А за время пандемии в Рязанской области заболели коронавирусом 55 260 человек. В список жертв пандемии за минувшие сутки внесли 18 человек. Общее число летальных случаев достигло почти 2000. Выписалось после лечения 230 человек. А в целом выздоровевших больше 45 тысяч человек. В Рязань вернулась выставка продажи икры и камчатской рыбы. Работает она перед торговым центром «Премьер» на первом этаже. Репортаж с места открытия прямо сейчас. В первый день выставки продажи камчатской икры и рыбы можно увидеть большую очередь. Некоторые люди пришли сюда впервые, другие являются постоянными покупателями. Белорыбецы, палтус, омуль, муксун, чавыча, нерка, зубатка, красная икра и многое другое. На радость ценителям качества и вкуса здесь представлена рыба слабосоленая, горячего и холодного копчения. Весь ассортимент первой свежести, что позволяет сохранять полезные свойства морепродуктов. А их предостаточно. В сочной рыбке много полиненасыщенных жирных кислот, в особенности омеги-3. Кроме того, рыба наполнена витаминами и минералами. Выставка продажи приезжает в Рязань регулярно и уже хорошо зарекомендовала себя среди людей. Мы сами с Михайлова, а у нас такого нет. А икру, извините, покупать в которой в жестяной баночке, неизвестно, что купишь. Гордость продаж – отборная зернистая красная икра. Ее издавна считают по-настоящему царским угощением. Здесь она продается на развес. К слову, именно на этой выставке икру и любую другую рыбу можно попробовать. Многие рязанцы уже сумели оценить вкус деликатесов и возвращаются за лакомствами с Камчатки снова и снова. В основном беру икру. Качественно хорошая икра. Потом пробовали сначала брать белорубицу я, чавыча брала. Рыба, конечно, хорошая. Я сейчас буду брать икру. Поинтересуюсь у них, можно ли ее заморозить и как ее хранить. И приедут ли они к Новому году еще. Консультанты подсказали, что икру можно спокойно хранить в морозилке. Ее свойства и вкусовые качества будут сохранены. А вот красная рыба может порадовать тех, кто следит за своей фигурой. Ее мясо считается низкокалорийным. Диетологи рекомендуют использовать красную рыбу в диетическом питании. Побаловать себя царскими угощениями можно на этой неделе с 29 ноября до 4 декабря включительно. Выставка продажа расположена у входа в торговый центр «Премьер». Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще большую информацию вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. С 29 ноября по 4 декабря свежий улов прямо с кончатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин